Привет, это Ир Мамедов, Comedy Club, программа Максимум, скандалы интриги расследования, да? К сожалению, все скандалы интриги расследования последних лет в России связаны с политикой и с борьбой Кремля с оппозицией. И, наверное, тут могут быть разные мнения, но моему старшему сыну 6 лет, и он уже четко отличает добро от зла. Ну а вы-то умнее, и моего сына можно обмануть, если злодей даст ему конфетку, то он может усомниться, что перед ним злодей. Но вы-то умнее, и мы смотрим на эту борьбу, какой-то голливудский блокбастер. Героя отравили, он выжил, его сажают в тюрьму, он допускает расследование, мы сидим расслаблены на диване. Ведь делать ничего не надо, это голливудский фильм, значит, в конце будет хэппи-энд, но это ни хрена не Голливуд. Это Россия, и это роман Достоевского, и тут за счастье надо немножко пострадать. Да, боитесь, что уволят? Они могут, но стоит ли цепляться за работу, где ценят не ваши профессиональные качества, а лояльность к власти и способность прогибаться перед начальством? Вообще, понятие потерять работу относительно, я искренне верю, что если вы трудолюбивый и талантливый, то всегда найдете работу. Боитесь, что посадят? Да, они могут посадить, по отдельности кого-то, к сожалению, сажают, но нельзя же посадить полстраны, даже 10% страны посадить нельзя. И вообще, понятие сидеть в тюрьме тоже относительно. Алексей Навальный сейчас свободный человек, который сидит в заключении, а большинство россиян в заключении, хотя находятся у себя дома. Боитесь, что убьют? И это они тоже могут, хотя мы понимаем, что если ты не видишь российской оппозиции, вряд ли на тебя будут тратить новичок или какую-то бригаду киллеров посылать. И вообще, понятие лишить жизни тоже относительно. Посмотрите вокруг себя. Российская экономика, здравоохранение, образование, внешняя политика, внутренняя политика, цензура. Для нас всех уже лишили жизни. Меня лишили жизни в свободной стране. Вас лишили жизни в развивающемся, счастливом государстве. Наших детей лишили жизни в перспективной и процветающей России. Я прекрасно понимаю, почему люди боятся. Ведь страх это главный продукт, который нам втюхивает государство. Но не ведитесь ни на йоту. Это гнилой продукт, фуфлу. Это просто скам. А они мошенники. Не покупайте у них этот страх. Не берите его даже бесплатно. Возвращайте его им обратно. Пусть они боятся. Когда люди продолжают приносить цветы на мемориал политических убийств, они боятся. Когда ролик про коррупцию сыграет 100 миллионов на ютюбе, они боятся. Когда 500 тысяч человек готовы выйти на улицу, они очень боятся. И так и должно быть. Они наняты на деньги налогоплательщиков сотрудники. Это они должны бояться потерять работу и сесть в тюрьму. Россия будет свободной и счастливой, когда мы все этого захотим. Я верю в нас. Свобода Алексея Навальному. Свобода всем политическим заключенным.